приветствую вас давайте попробуем разобраться с тем что вы написали первое о чем я хотел бы сказать это то что вы не написали свой вопрос то есть вы не полностью его описали и скорее всего не задали вопрос до конца именно окончание вашего текста вы не добавили и собственно чего хотите улучшить от психологов да какой помощи хотите получить от психологов вы в общем то тоже не написали соответственно либо в дополнении к вопросу либо в личку тому психологу который вам придется будущая ну вам нужно будет написать дописать то что осталось за кадром для того чтобы это можно было бы проанализировать потому что вопрос толкование сновидений всегда довольно такой серьезный к нему нужно подходить достаточно обстоятельно ну вот они не так что вы вот написали что-то дали нам какую-то ну информацию и мы соответственно ее уже анализируем то есть тут нужна серьезность определенная серьезность именно от вас далее мне приснился человек с которым я в ссоре наяву значит а либо либо вам это мешает очень сильно ну то есть ну то есть вот эта ссора вам мешает либо либо она эта ссора вам для чего-то была нужна и вы соответственно во сне ее видите ну ссору вы видите во сне как как результат как результат своих желаний как результат своих потребностей вот либо ссора для вас нежелательна вы всеми силами хотите чтобы ее не было всеми фибрами души своей желаете чтобы ее не было но а а пока это не получается пока это не получается и соответственно из-за этого вы грустрируетесь достаточно серьезно это это три основных ну правда довольно общих толкования того что вам приснился человек которым вы ссоры либо человек этот вам для чего-то нужен либо он вам мешает мешает получить там для себя что-то далее он мне написал вопрос почему я его игнору здесь тоже важный момент достаточно дело в том что либо вы опять же хотите выяснить отношения с человеком то есть либо вы хотите чтобы между вами все прояснилось например и вам это как бы нужно чтобы все прояснилось либо вы подознательно не чувствуете себя значимой достаточно для молодого человека ну вот для вашего молодого человека вы не чувствуете не чувствуете себя значимым и его вопрос который который он вам задал его вопрос значит это ваше подскудное такое подскудное желание подскудное стремление иметь больший вес то есть чтобы вас например может быть больше спрашивали о чем-то чтобы вас вы с вами считались лучше ну адекватнее вы там считались адекватнее чтобы обращали внимание на вас ну и так далее то есть тут вот значит надеюсь понятна моя мысль да что здесь имеет место быть именно вот такая нуждаемость скажем так нуждаемость собственной значимости дальше вы пишите о том что я ему написала почему ну интересно что вы ему то написали почему почему вы его игнорите да ему то вы написали а нам нет и как бы знали вы об этом или не знали но это очень важно важный момент чтобы вы сказали нам о том как бы почему вы его игнорите и игнорите ли вы его вообще тут в вашем сообщении несколько размывается грань между сном и явью потом он мне присылает сообщение но я не смогла его прочитать значит здесь момент какой вот то что вы не смогли прочитать сообщение человека да здесь момент какой здесь момент такой что либо вы не хотите слышать его ну вообще не хотите его слышать человека совсем не хотите слышать то есть вы его ну как бы не заинтересованы в том чтобы его воспринимать чтобы прислушиваться к нему и так далее то есть вам это не нужно да в данном случае сон он просто взял и вот отравил отравил то чего вы хотите то чего вы хотели может быть всегда вот либо 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 вы воспринимаете недопонимание между вами вот то что вы там друг друга не слышите вообще да допустим как определенный вред себе себе то есть вы бы хотели его слышать своего молодого человека хотели бы может быть его как то лучше понимать но не можете и во сне вы видите то что мешает вам значит ну быть счастливым например с ним в отношениях в вопрос здесь правда кроется кроется немножко в другом на самом деле а вопрос кроется в том почему вы его не слышите ну в жизни вот мне думается что в жизни вы его тоже не ну не слышите в жизни вы тоже к нему не прислушивайтесь ну не так знаете не так чтобы очень сильно не так чтобы очень и здесь момент такой что либо вы боитесь чего-то ну например там боитесь того что это вас сделает например зависимый может быть от ну от него от вот молодого человека от этого вот либо от вас этого как бы требует и ждут чтобы вы прислушивались а вам этого не хочется то есть тут имеет место быть подавление всего страны вас вас тогда уже вам вопрос будет такой а зачем же вы соглашались соглашались тогда на отношения такие ну вот на отношения такого типа если молодой человек вас подавляет и зачем вам такие отношения зачем вам такая связь для чего она вам нужна какие ваши желания эта связь должна ну удовлетворить или удовлетворять понимаете да о чем идет речь то есть что такое сон сон это вот по психоанализу сон это нереализованные желания какие-то вытесненные потребности вот и соответственно ваш сон отразил то чего вы хотите либо отразил запрет на то чего вы хотите и чтобы понять с чем именно мы имеем дело нужно конечно больше информации и о вас нужно больше информации и о ситуации в целом которая у вас происходит и в общем то различный контекст ваши переживания например по этому поводу и так далее все это необходимо поэтому если вы желаете действительно разобраться с тем что значит ваш сон и скорректировать свое поведение в жизни выбирайте себе эксперта и начинайте с ним работать ну а на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше желаю вам всего самого доброго и удачи спасибо 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 спасибо